Сегодня мы, к сожалению, заканчиваем серии игр про Эдсо, и на очереди у нас Assassin's Creed Revelations. Этот обзор я делаю уже после того, как посмотрел анонс нового дополнения к Вальгале, и, если честно, сердце кровью обливается. Как я вам и говорил, я не могу как-то отдельно выделить каждую игру из этой трилогии. Эта история прекрасна в целом. Так что давайте с честью проводим Эдсо. Ну что, поехали! Как можно жалеть о своей единственной судьбе? Со временем ты поймешь суть пути, и тогда сможешь выбрать свой. Они не помогут, Дезмонд. Ты совсем сломан. Твой разум. Размер. Истории могут сильно меняться в зависимости от рассказчика. С этим я согласен. Гузел, Стамбул город, где каждому найдется место. И ученикам, вроде меня, и странникам, как ты. Ну, пожалуй, в Стамбул, Эдсо. На перекресток мира. Многие правили этим городом. А никто не сломил его духом. Не хочу здесь оставаться. Боюсь, ничего из этого не выйдет. Мне жаль. Играем мы все так же за Эдсо, аудиторой до Ференции. Правда, уже очень сильно постаревшего. Который отправляется в Мессиаф. Чтобы исполнить последнее желание отца и отыскать библиотеку Альтаира. Как только он туда прибывает, сразу же понимает, что древняя крепость, которая когда-то была домом для ассасинов, стала теперь прибежищем тамплиеров. Происходит некоторое событие. Эдсо догоняет начальника стражи. Убивает его. И в диалоге с ним, тот отдает ключ о библиотеке Альтаира. И рассказывает нам, что теперь Эдсо нужно отправиться в Стамбул. Куда и ведет наша дорога. Да, неплохое место для дома. Так и есть. Вниз на перегонки. Как я думаю, вы уже догадались, Assassin's Creed Откровение не особо отличается от предшественников. Поэтому я не буду как-то уж слишком подробно разбирать каждый аспект игры. А предлагаю рассказать более подробно о нововведениях в Assassin's Creed Revelations. А если же вы хотите узнать о каких-то механиках более подробно, то приглашаю вас перейти по этой аннотации и посмотреть весь плейлист наших обзоров на вселенную Assassin's Creed. Я немного слукавил, когда сказал, что геймплей не изменился по сравнению с предыдущими частями. Мы должны понимать, что Эдсо реально постарел. И теперь он не может все так же бодренько всех убивать. Он не может быстро бегать и не может быстро забираться на какие-то строения. И разработчики подумали, потерли вот так вот свою черепушку и поняли, что нужно добавить нож-крюк. С помощью которого Эдсо может более или менее быстро разбираться по стенам. И на самом деле я не понимаю, почему нож-крюк не нашел своего продолжения в следующих частях серии. Потому что, на мой взгляд, это прям такое офигенное оружие. Оно ускоряет паркур и почему-то дальше не пошло. Вторым нововведением стали бомбы. Да, с одной стороны, это прикольно, что вы можете ставить различные растяжки, бомбы, фигачить какие-то туманы. Однако, на мой сугубо личный взгляд, это очень сложно и муторно, когда вас заставляют идти к определенному месту. То есть верстаку, где вы можете делать эти бомбы. Потом вы должны еще прокликать необходимое количество раз, чтобы выбрать себе корпус. Потом выбрать шапнель, выбрать порох. То есть это все занимает какое-то большое количество времени и заниматься этим вообще не хочется. То есть ты от силы будешь пользоваться этим 2-3 раза. Самое, что обидно, это то, что теперь нет нормальных дымовых шашек. То есть если раньше в Assassin's Creed 2, Brotherhood, дымовую шашку вы кидаете и у вас их может быть большое количество. То есть спокойно под ноги и начинаете там зарубу жесткую. То теперь так вы сделать нормально не сможете. Вам нужно будет прицелиться, ее кинуть. Потом она еще сработает с какой-то большой задержкой, если у вас неправильный корпус стоит. Много различных проблем. Хотя это все было гораздо проще в предыдущих частях. Поэтому я рад, что эта механика не пошла дальше в серию. Другой фишкой стала защита нашей гильдии ассасинов. Это такой прикольный режим, который напоминает Tower Defense. Ничего сложного в этом нет. То есть ваша задача, когда у вас накапливается какое-то определенное количество дурной репутации, если можно так сказать. На вашу базу нападает. Вы должны туда прийти и начинается вот эта самая мини-игра. Где вам нужно возглавить сопротивление. Расставить ассасинов на определенные крыши или же за парикады. И выдержать какое-то количество волн-тамплиеров. Если вы это делаете успешно, то естественно они отступают. Базу вы отстояли. Единственное, что в этой системе не нравится. Без того, что они сделали вот такой режим, пришлось менять вообще систему репутации в игре. То есть если раньше вы могли спокойненько себе эту репутацию сбивать с помощью отрывов всяких различных плакатов. Подкупа глашатых или убийства свидетелей. То здесь первоначально при первом прохождении этого круга репутации вы можете только идти и подкупать глашатых. Что стоит вначале очень дорого и даже каких-то неподъемных денег, чтобы бегать, постоянно это делать. Поэтому вы, когда накапливаете уже второй круг, вы можете уже убивать свидетелей. Это более или менее эффективно. И вот за счет того, что вот есть какие-то такие механизмы, которые вроде вас вынуждают делать именно то, что вы не хотите делать. Например, в данный момент защищать базу. Это не очень приятно. Немного шаг были вперед в плане менеджмента нашего братства. То есть вспоминаем то же самое, что было в Брадерхуде. Здесь же у нас есть битва за Средиземье. То есть по факту те же самые задания, но мы можем с помощью этих заданий захватывать города. И как только мы эти города захватываем, мы можем их отстраивать, повышать там влияние ассасинов, уменьшать влияние тамплиеров. И за счет этого поддерживать нашу гильдию в еще более таком расцветающем виде. Но если честно, я просто сделал достижение, чтобы захватить сразу все города. А так, вот реально, этим заниматься не особо хочется. Тратишь денег, тонну на то, чтобы эти города отстроить, а по итогу профита там не особо много-то и выходит. Все-таки главной фишкой, которая есть в Assassin's Creed Revelations, это наличие Альтаир. Да, он вернулся. Здесь у него есть пять глав, которые раскрывают нам еще его сюжет, его трагедию. И за этим очень прикольно наблюдают, потому что он там тоже стареет. И этот геймплей, на самом деле, очень сильно привлекает и выдергивает вас из основного сюжетного повествования. И вас это не раздражает на самом деле. Второй по значимости фишкой является наличие заданий у Дезмонда. Потому что сейчас будет спойлер. Все, кто надо, выключил. В самом конце Брадер Худа Дезмон впадает в кому, и мы не можем двигаться им в настоящее. Мы можем двигаться им только внутри Анимуса. И как только мы двигаемся внутри Анимуса, мы можем пройти пять глав его развития как личности. Он нам рассказывает о том, где он жил, как его воспитывали в семье ассасинов, как его лишили выбора, как ему жить. То есть такие, знаете, прикольные приемы, как расширить экспозицию персонажа перед третьей частью. И вот за это разработчикам большой респект. Потому что, по-моему, когда я первый раз проходил Revelations, я даже об этом и не знал. А когда вот уже недавно перепроходил, вообще удивился, что там такая фигня была. И это прям очень сильно доставляет. Как я и обещал, если хочешь научиться сам делать бомбы, я покажу как. Не трогай. Неловкое движение и бабах. Дом взлетит на воздух. Ты серьезно? О, как перепугался-то. Сейчас я все покажу. Revelations вышел в 2011 году. И я, когда начал играть в него в 2021 году, я просто обомлел. Я не понимаю, на PlayStation 3 картинка просто замечательная. Стамбул получился крайне красочным, сочным, интересным городом. И, на мой взгляд, он даже красивее представлен, чем тот же самый Рим в Brotherhood. Но это, как говорится, мое личное имхо. Но самое что удивительное, откровение на PlayStation 3 работает гораздо более стабильно, чем Brotherhood. Хотя, на мой взгляд, полигона здесь реально гораздо больше. Прекрасно передали старение Эдсу. Его походку, мимику, жесты. Ты понимаешь, что вот, это персонаж, который реально уже постарел. И тебе от этого больно, но в то же время ты понимаешь, что это именно так оно и есть. Джеспер Кит. Моя ты зайка. Я не знаю, насколько ты там богом поцелован. Я не знаю, это просто словами не описать, насколько офигенным он сделал здесь саундтрек. Главная тема игры, она просто цепляет тебя своей вот этой атмосферой. Ты понимаешь, что персонаж, он постарел. Ты понимаешь всю эту трагедию личности Эдсу с помощью вот этой самой мелодии. Ты когда ее слышишь, у меня просто до сих пор мурашки по коже, когда вот это все происходит. Я иногда просто тупо ее переслушиваю, потому что это очень красивая музыка. Мы вспоминаем то же самое Эдсу Фэмили. И то, что он сделал здесь, это просто, ну, нет никаких слов. Это надо услышать и почувствовать. Ребята, это, ребят, тот самый момент, когда можно игру пройти только ради музыки. Кристовый поход Никола Поло. Отец Марка? Он был у тамплиера в Массиафе. Там говорится о пяти ключах в библиотеке Альтаира. Никола спрятал их здесь. А, и тамплиеры знают это. Времень у нас в обрезке. На протяжении всей игры мы видим, что Эдсу устал. Он уже не молод. Он посвятил всю свою жизнь братству ассасинов. И он понимает всю трагедию своей жизни. То есть он понимает всю трагедию битвы между ассасинами и тамплиерами. А в моменты, когда он дешифрует диски Альтаира, он понимает, что Альтаир также прожил трагичную жизнь. И его судьба не менее ужасная, чем судьба самого Эдсуа. В откровениях очень много интересных заданий, которые запоминаются. Мне лично понравился штурм Арсенала. И задание, когда мы попадаем на прием к Султану. Когда мы переодеваемся в Барда и там играем музыку. Это славит меня к тем временам, когда я проходил миссию в Бразер Худи. Когда вы переодеваетесь в охранника и несете этот самый сундук. Очень круто представлено, очень круто сделано. И, не знаю, в плане заданий никаких вопросов у меня нет. И финал. Очень, очень сильный финал. Знаете, когда я его первый раз проходил, я почувствовал, что это правда конец. Не то, что конец, а в твоей жизни. Ты просто чувствуешь, что ты прожил эту историю. Ты прожил жизнь этого персонажа. От самого его рождения в Assassin's Creed 2 до того момента, который вот есть сейчас на экране. Это так грамотно срежиссировано. Вот этот момент, когда Альтаир и когда вот Эдсу. Я пытаюсь, знаете, такими туманные формулировки с вами общаться. Потому что боюсь вам что-либо заспойлерить. Финал это просто вышка. Огромные ребята, молодцы, кто им занимался. Потому что очень часто бывает так, что финал очень сильно всегда проседает относительно всей игры. Но вот здесь сделали все просто замечательно. И самый главный показатель того, что сделано все классно, это то, что до сих пор, когда ты вот смотришь ролики по Assassin's Creed. Все эти формулировки, все эти тезисы, которые говорит Эдсу в конце, все фанаты до сих пор помнят. Мне тоже очень сильно все это понравилось. Ну и видок у меня. Хуже обезьяны. Мой клинок в этой одежде не спрятать. Ты вооружен? На садатиль. Указывай нам цели, а мы там разберемся. Ты умеешь на ней играть? Ну так, умел немного в молодости. Ты когда-то был... Трилогия завершилась. И на мой взгляд, завершилась она на мажорной ноте. Я понимаю, что многим может не нравиться вселенная Assassin's Creed. Особенно в последнее время. Но, ребята, на мой взгляд, вы обязаны попробовать пройти хотя бы трилогию игр про Эдсу аудиторы до Ференция. Для меня откровение, естественно, 10 из 10. Да, есть шероховатости. В обзоре я о них сказал. Но на фоне всего остального, это просто мелочи. И, ребята, всех с прошедшими праздниками. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий от четырех слов. И помните, вы о юниору. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!